В год по резервуару, так надожимно-насосной станции 4-го цеха Вадьоганского месторождения, ремонтируют оборудование. Настал черед одной из старейших емкостей, РВС номер 2. Был запущен этот исполин в эксплуатацию в 1996 году. После не раз проходил реконструкцию. Наконец, предварительная диагностика резервуара показала капитальному ремонту быть. В процессе эксплуатации данный резервуар был обракован, он был включен в программу капитального ремонта. В нее в объем капремонта в этом году войдут замена двух поясов, кровли, днища, внутренние обвязки, центральные стойки. Также планируется нанесение внутреннего антикоррозионного покрытия. Предыдущий ремонт был в 2002 году. Капитальный ремонт предполагает большой объем работ, как по времени, так и по затраченным силам. Сейчас резервуар выглядит так. Идет демонтаж нижнего пояса. Искры во все стороны, но металл режет как по маслу. Снимают два пояса резервуара, а сверху другой фейерверк. Вместе с опоязкой идет демонтаж кровли. Листы листом убирают всю металлическую конструкцию, что проржавело и испортилось в утиль. У нас сварочно-монтажная бригада в составе 12 человек. Ну и плюс подсобные рабочие, стропольщики, которые обеспечивают производство. Но данной работой наши предприятия занимаются именно с лук-койлом с 2012 года. То есть у нас уже 5 лет мы работаем на ремонт РВС. То есть опыт у нас уже большой. С взаимного сотрудничества. Подрядчик проверенный временем. Работы ведутся согласно технике безопасности и строго по графику. Каждый этап расписан. Следующий этап работает замена днища. То есть монтаж новых листов днища. Замена центральной стойки на новую. Ну и потом это все будем готовить уже под антикорризонное покрытие. Середина июля и РВС-пятитысячник как новенький. По крайней мере на этот срок ориентируется подрядчик. Юлия Фисенко, Евгений Скляров. Специально для новостей.